Оксана и Денис Колесниковы этим гостям рады всегда. Встречают по-особому, словно близких. И это неудивительно, ведь только близкие могут настолько прочувствовать переживания, протянуть руку помощи и оказаться рядом, вне зависимости от занятости и личных забот. Таковыми являются представительницы Брестской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» во главе с Аллой Старикевич. За жизнь ее, главное, стремительными успехами в семье Колесниковых. Они пристально наблюдают, в них верят и делают все возможное для того, чтобы они приумножались. В данном случае поддержка – это и слово, и дело. Многодетная семья сегодня переселилась в новую просторную квартиру. У пятилетнего Артема своя отдельная комната. Изменения в развитии мальчика произошли, все дети здоровы. И сегодня счастливые родители абсолютно убеждены, справляться в одиночку было бы непросто, и в случае воспитания сына с особенностями развития даже невозможно. Но их беда стала общей для множества брещан, а потому и результаты таковы. «Давно знакомы, и они все эти годы нас поддерживают и помогают. И финансово помогают, и Наталья Емельяновна фрукты часто детям дает. И моральная поддержка, то есть чувствуется, что ты не один. Как-то они оставляют нас». В гости к семье Колесниковых представительницы Белорусского союза женщин. Как и всегда пришли не с пустыми руками. Они порадовали множеством полезных подарков и сладкими сюрпризами. Одним словом, они принесли с собой настоящий праздник. И пока дети были заняты играми с веселым аниматором, взрослые поговорили, что называется, на серьезные темы. Гостеприимные хозяева провели экскурсию по новой квартире. Рассказали о том, как изменилась их жизнь с момента последней встречи. Забот в большой семье всегда хватает. Но долю оптимизма, по признанию родителей, придают медленные, но уверенные шаги на пути к здоровью маленького Артема. Главная задача взрослых в этой семье – воспитание и развитие детей. И по-прежнему актуальное – лечение и реабилитация ребенка с особенностями развития, поиск новых возможностей и методов помочь своему сыну. Пятеро детей – это все-таки для мамы и для папы много. Но приятно, что об этом забудется государство, и они получили квартиру. И мы пришли к нашим городским отделениям на новоселье к этой семье. Конечно, не с пустыми руками. Первичка нотариальной палаты им сделала замечательный подарок – это стиральную машину. И все это женщины – наши прещанки, которые видят женщину-труженицу именно в семье. И я рада, что мы помогаем этой семье. И на этом, конечно же, не останавливаемся. Мы посмотрели свинья на мальчика, он совершенно уже другой. Он, видно, что им занимаются, что лучшее состояние здоровья его. И нас это очень радует. Недавно папа обратился к нам, нет работы, мы взяли его на работу к себе. И сегодня он уже, не только мы ему помогаем, но и он у нас работает. Конечно, такая поддержка им нужна. И не только мы оказываем помощь, и Белорусский союз женщин, и добрые люди оказывают помощь. Я помню, мы проводили акцию на рынке. Было очень много людей, которые в ящик, которые мы приготовили, кидали деньги на оказание помощи. В доме Колесниковых царят любовь и понимание, теплота и забота. Все эти неподдельные чувства и качества так важны для каждого члена семьи. Особенно необходимы они и маленькому Артему. Продолжение следует...